Приветствую вас, значит, пишет девушка. Пишет о том, что в общине с братом сильно меня обматывает. У нас разница в 9 лет, сейчас у него семья ребенок, но каждый раз после разговора с ним у меня не остается сил, я его боюсь. Даже после обычных голосовых сообщений мне становится плохо. Если он хотя бы повысит тон или скажет что-то, хотя бы похожее издалека на угрозу, а мне это вызывает истерику. То есть страх. Я начинаю плакать, мне тяжело остановиться, у нас не самое лучшее детство, он, наверное, меня ненавидел, потому что родители просто повесили меня на него, они всегда были на работе, ему пришлось заниматься со мной. С родителями было тяжело, особенно с отцом, они с братом, значит, не ладили, вот, были драки, значит, причем драки, ну, вообще, насилие в семье присутствовало. Вот, и сейчас в отношении к парням не все хорошо, но на данный момент он мой самый близкий человек, я просто не знаю, с кем об этом можно поговорить, ну, с психологами. У меня панический страх, ругань, даже когда это ругань не касается меня, если касается, тем более, с близким человеком, я начинаю обстановочно плакать или смеяться, но это защитная реакция. Ну, значит, что здесь, пожалуй, хочется сказать. Ну, во-первых, действительно, много боли у вас, много-много-много боли, и, собственно, от каких-то таких невыраженных, да, неверболизованных. Чувств. Вот, то есть, здесь нужно, в первую очередь, как мне кажется, вам просто это все вербализовать для начала. Вот, для начала было бы неплохо все вербализовать, все, о чем, все, что в вашей жизни произошло. То есть, просто выговорится, выплакать, чтобы вот вас это так не мучило, как, ну, как мучает сейчас, потому что есть такое подозрение, да, что когда начинается определенная ситуация, вот, то у вас, можно сказать, вот, значит, запускается защитный механизм, да, то есть, событие какое-то вот, которое похоже на то, что было в детстве, и, соответственно, запускает механизм, ну, как цепная реакция, по сути, по сути дела. Вот, и, соответственно, чтобы это изменить, изменить, вот, нужно, конечно, вот, заниматься, в первую очередь, проживанием, чтобы вы увидели и почувствовали, что есть вот другие реакции на то, на что вы привыкли реагировать, ну, скажем так, достаточно однозначно. Правильно, так, это, что-то, чтобы выяснить, чтобы выяснить, что-то, как, что-то, и, соответственно, в этом, когда вы с ними разговаривали, сейчас вот, как... там, для вас получается что-то делал, да, там, заботился у вас, вот, значит, соответственно, вычислить себя виноват. Теперь попереким, а что такое вина? Вина, что в первую очередь некое такое, ну, обеспеченное обесценивание себя, это со своей стороны, со стороны человека, а со стороны другого человека, это, в общем-то, не что иное, как нарушение границ, ну, нарушение личных границ, скажем так, вот, то есть, тут вот можно говорить в этом смысле вот таких вот деструктивных отношениях. Ну, неудивительно, да, что у вас не все ладится в отношениях с мужчиной, с вашим мужчиной, потому что, скорее всего, такую же модель вы приносите и вот, как бы, как бы, в отношениях, вот, ну, вряд ли, тут, может быть, как-то по-другому, да, то есть, по-другому, на самом деле, не может быть, потому что, ну, вы научились, вот, каким-то вот поведенческим, так скажем, паттерном, вот, вы их, вы их, собственно говоря, и, ну, продвигаются эти паттерны. И, по-другому, вот, отношения выстраивать новые, ну, нет. Вот. Ну, это, опять же, можно, в принципе. Скорректировать, да, можно, в принципе, как-то вот поправить. Ну, вот, то есть, тут, ээээ, нет каких-то особо, особо недостижимых, недостижимых, эээ, в России, вот, ну, и, конечно, что-что, вот, а, ваш, эээ, значит, ээээ, ну, ваш, ээээ, ну, ваш, эээ, текст, да, ваш, ваш текст, ваш текст, это, эээээ, Как мне кажется, история про запрос на психотерапию. Запрос на индивидуальную работу с психологом, и именно необходимость в том, чтобы регулярно работать с психологом, для того, чтобы скорректировать ваши трудности само собой. Так вот, в рамках, условно говоря, одного ответа вам не помочь. Ну, я думаю, что никто такой, никто такой задачи и не стал. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот, в принципе, то, что я хотел бы вам, наверное, сейчас сказать. Что можно сделать? Ну, не знаю. Рамокин, ну-какин. О, что-то, что-то. Но вот все эти волосы можно и нужно поправить, можно и нужно поправить. Ну, можно это делать, в принципе, с молодым человеком, да? Вот, если он, например, согласен, заинтересован, если вам, допустим, так будет проще, комфортно и удобнее. То есть я думаю, что, думаю, что так можно ответить вам на выставки. Ну, в этом все, в принципе, буду вам благодарен. Значит, вэн обрадную связь по моему ответу. Это, ворот, позволит вэн. Я сейчас над собой работаю. Вот. Желаю вам всего самого добрыма. И надеюсь, что вы, вот, сможете решить, значит, свои проблемы. Надеюсь, что мы ответы, ответы коллег, немножечко покажут вам это вот направление, в котором необходимо двигаться, чтобы, ну, чтобы, ну, чтобы ситуация начала решаться. Представляю, мне хочется как-то отдельно, наверное, сказать, что сама по себе, да, ситуация не встречается. То есть вот если, ну, вы оставите вот все так, на уровне какого-то вот запроса, ну, на уровне запроса, да, вот, ситуация не имеет. Поэтому решайте. Я бы, вот, с чего начал бы это. Как я и сказал, да, сэм, значит, в первую очередь проживание боли, вот, а во вторую очередь сэм выработки. Зарабатывание обратных реакций, вот, в ответ на то, с чем вам, ну, приходится, например, сталкиваться. Вот. Вот. Как-то так. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. Вровень. Вести сухой.